Ребята, всем привет! С вами Александр и вы на канале Линка Гэй. 100 миллионов лет назад в морях обитала рыба, которая стала известной на весь мир из-за того, что ее проглотили. Усаживайтесь поудобнее и не забудьте подписаться на канал. Поехали! Эта рыба относится к семейству Ихтиадиктиды и бороздила моря и океаны там, где сейчас Северная Америка. А было это 100-66 миллионов лет назад. То есть вымерла она вместе со всеми динозаврами. Зовут эту рыбу Геликус. Длину он достигал 2 метра и считается относительно небольшой рыбой по меркам мелового периода. Он служил пищей для многих плезиозавров, акул и других более крупных рыб. Но прославился Геликус благодаря находке одной каменелости, где его более крупный и известный сородич Ксифактин длиной в 4 метра проглотил целиком почти двухметрового Геликуса. И либо сразу же после этого братоубийственного действия его как-то чем-то привалило к куском больших камней или втоптало его чем-то другим в ил. Ну либо по другой теории Ксифактин умер вскоре после того, как проглотил Геликуса из-за того, что сам Геликус боролся за свою жизнь, барахтался и повредил ему внутренние органы. Эти окаменелости можно увидеть в музее естественной истории Штернберга в Хейсе, штат Канзас. Геликус имеет много мелких зубов во рту и полагает, что он мог фильтровать зоопланктон, но также скорее всего он мог вести активную охоту на более мелкую рыбу, всасывая ее в рот вакуум, который образовывается после того, как рыба резко открывала челюсти. Так собственно говоря делают многие рыбы, в том числе и сами охотятся таким методом. Геликус имел продолговатое плоское тело, которое по очертаниям напоминает ныне живущих рыбешек по имени Тарпан. Как-то такой вот довольно большой угол вращения. Такой у нас вот первый уровень. Второй, смотрите, показатели уже на уровне легендарных. 2,20. Так, давайте сделаем эволюцию сразу. Нам нужно 2,30, мы ими пойдем подражаемся. Вот такой вот геликус. Так, еда у нас есть, все у нас есть, давайте посмотрим как он питается. Вот такая вот маленькая рыбешечка, давай разгоняйся, полоски носки появились. И ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Да, ну зубы большеваты у него по-моему по идее должны быть, зубы даже помельче, их должно быть очень много. Так, давайте мы тогда сейчас почитаем. Что нам здесь дают? Длина геликуса доисторической рыбы достигала 1,8 метров, но 1,8, как мы прочитали, это длина той рыбы, которую проглотили, а так, в принципе, до 2 метров пишут, да? Сегодня это крупный улов, но тогда можно было найти добычу куда крупнее. Например, да тот же Ксифактин, его родственник 6 метров. Так, геликусов часто поедали их более крупные родственники Ксифактины. Мы знаем это, потому что нашли окаменелости геликуса внутри Ксифактина. Именно так. Мы знаем сейчас, смотрим, какие показатели у нас. Так, давайте хоть на 10 уровень выкачнем. 290 по силе удара. Красота, красота. Так, 290, а у этих 757. Отлично, тогда идем сражаться. Так. 290 нам нужно найти. Это, кстати, будет совсем недалеко. Вот наш геликус. И 757. И вот наших 2 геликуса. Ну, вот так вот, косо-криво, лишь бы живо. Попробуем. Главное, чтобы нам не попались 3 или 2 мощных каких-то водных. Иначе нам капец. Ну, 1 есть водный. По 450 и 360. У того 360 с бонусом будет бить 400. Короче, нормально. У нас удар еще поклеще. Как видим, у геликуса соотношение удар к жизни 1 к 2 примерно. Все, он довольно-таки неплохой демагер. Так, ну, это наша победа. Потому что единственный грозный для нас противник это стиксозавр. Кстати, у нас, ребята, скоро же появится новый... КАВЕЙАЗАВР. КАВЕЙАЗАВР. Как-то так звучит. Там такое название. Странное немножко. Так, и... Ну, в общем-то, это у нас тоже какой-то плезиозаврит. Че, он не хочет атаковать нас? Че, странный. Странный он сидит в глухой защите. Ну, пиа, давай. Вообще ничего не хочет делать наш противник. Ну, на тебе 5. Ну, опять 4 поставил. Нет, 3. Ладно, надо подмениться, иначе мы так особо ничего не накусаем, да. Слишком у нас маленький удар сейчас. Ну, у 10-го. 6. Атакует на 5. Ну, ладно. Эх! Хлыст, голова. Ребежка, она как будто каменная. Маловато подвижности. И как-то он, смотрите, он как змея гнется. Смотрите, видели? Он не вправо-влево, а вниз-вверх как-то гнется. Реально, что-то они тут намудрили. Так, ну, мы пробили полностью противника очков. Нет. И сейчас нужно двоих леврадончиков прокусить. Ну, в общем-то, ситуация сейчас обратная. Так же, как мне было тяжело плетеразаврика этого прокусывать, так. И им будет тяжело меня прокусывать. Блин, ну он какой-то реально кривой. Анимацию вообще, короче, линейка по рукам тому, кто делал анимацию Геликуса. Блин, сейчас змея, что ли? Пять. Не хватит. Не хватило. В общем-то, Геликус отлично справляется. Ну, сейчас посмотрим, где он появится у нас в линейке. Он будет, наверное, одним из сильных. Посмотрим на сороковом уровне. Ё-моё, он как будто бы, знаете, резиновый, и его вот это колбасит во все стороны. Вроде у него позвоночника нет. Но эта рыбка у нас-то не хрящевая, а позвоночная, костяная, точнее, костная рыба. Сейчас глянем еще на все фактинчика, кстати. 250 очков доверия. Ну, в гавани можно на что-то полезное обменять. Я вот как обмениваю, обменял, по-моему, очки на гибрида, на жирноринка. Недавно мне попалась такая сделка. Так. Так. Давайте глянем на рыбех, какие у нас есть. Вот бананогмиус, то есть костная рыба, такие клыки у нее очень длинные и острые. Так. Ну, дунки. Это у нас панцирная рыба, более примитивная. А вот наш ксифак... Геликус, а где наш ксифактин? Ну, акул мы пропускаем, акулоподобный ход у нас еще есть. Артокантус. И где еще наша кистеперая рыбеха, а у нас еще есть же резот, короче, крутой резот. Ну, у нее показатели просто как у легендарного. Хороший, легендарный. Ну, как, 1800 на 300, ну, тот же Т-рекс примерно, то же соотношение. Вот наш ксифактин, ну, очень похожий, да? Ну, хотя нет. В реальности они очень похожи, а здесь у нас ксифактин нарисован, ну, как бы, во. Во, вот здесь он, смотрите, такой длинный, похож на Геликуса, да? А вот здесь он уже такой толстый и похож больше на этого, на бананогмиуса. Кто согласен, ставим пальчик вверх. Да, вот такие вот. Ну, ксифактин у нас супер редкий, но где логика? Ксифактин это крупнейший представитель своего рода. Он 6-метровый, он у нас супер редкий. Ну, кто так делает? Кто так делает? Вот Геликуса надо было делать вот супер редким, а ксифактин должен был быть супер крепким. Так, ну что, ну, Геликус даже чуть подлиннее. Посмотрим, может он сейчас тоже потолстеет, хотя не, он больше, наверное, на резота похож. Ну, вижу сразу, броня стала крепче, то есть какие-то чешуи бронированные появились. Так, прикольно так, смотри, как змея, он там скручен в этой колбочке. И вот его величество Геликус. Так, ну что-то он как-то не особо изменился. Вот такой десятый. Ну, вот как бы типа броня стала, плавники появились. Плавники стали чуть посуровей. Ну, взгляд изменился, так сказать. Ну, и выглядит немного покороче, да, как-то. Ну, чешуя вот такая, как бронепластины какие-то, какими, типа, кольцами, поясами, поясами идут. Да, ну, 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 давайте посмотрим, ну, что у него в итоге получится. 3428. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. И зубы стали длиннее. Зубы теперь как какая-то решетка металлическая. 3400 на 1000, но не такой он сильный, как я предполагал, в итоге получился. Тогда идем, давайте посражаться. Посражаться идем. Так, давайте смотрим. Бананич, у нас полторушку бьет. Бананагмиус у нас бьет полторушку. А вот Геликус. Бананагмиус. А по центру хочется взять... Кого я хочу взять по центру? Так, ну, нам кто-то нужен рифовый, желательно, конечно же. Так, ну, у меня сейчас была какая-то другая идея. Я кого-то хотел другого взять. Ризода я хотел взять. Я хотел взять Ризода. Вот, кстати, Ксифактин здесь. Смотрите, у Ксифактин это сила укуса, как у Ризода. Блин, ну, брать сейчас Ризода, наверное, что-то неохота. Давайте вместо Бананича возьмем... Возьмем Ризода. Блин, какая разница. Смотрите, в два раза больше жизни, да? У Геликуса и удар больше, чем в два раза больше. То есть он реально в четыре раза круче, чем Ризод. Ха, странно как-то. Как-то странно, но вот и... И думай. Так, ладно, Плезиозаврик, Леоплевродончик. Очень они похожи. Кронич тут у нас есть. Ну, давайте Умунича такого возьмем. И пойдем. В общем-то, Умунозавр с удовольствием бы сажал Геликуса. На Ксифактина, я думаю, он бы не пошел. Так, если я сейчас ударю, у него останется 1300. А по ТМ-1100. Ну, мне кажется, 102-то я его сожру. Так, ну, он сейчас подменится. У него троица корявая такая. То есть, ну, будем смотреть. Ризод у нас пойдет на мясо. Хотя, логичнее было бы Геликуса поставить, но... Геликус у нас же герой сегодняшней серии. О, два Ризода. А че это он такое сделал? Подменился на непонятно что. Ну, если бы я просто его пробил, было бы удобно потом с Прагнатодоном справляться. Четыре. Ну, давай. На все четыре. Блин, такая голова, как будто бы мертвая. Ну, и вот что это было. Противник наш завтыкал? Задумался? Или убежал в панике? С криками? Так, Прагнатодон. Так, ну, противник типа че, пропустил ход? Противника у нас, я так понимаю, нет, да? Нет, есть. Он подменился, но это как-то глупая такая сейчас у него подмена. Давайте берем Геликуса. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, четыре поставил. Блин, а тупо получилось. Я уж думал ему какую-то фору дать, что ли. Но он меня вообще никак не пробьет. Он сейчас может подмениться и протековать на пять. Блин, ну, ну че ты творишь, а? Че ты творишь, а? Так, пробиваем Прагнатодона. Очень мало жизни у него на 31 уровне. Там, супер редкий. Ну, давай. Жги. Восемь. Восемь баллов. Четыре атакует. Ну, пробил. Ладно. Дальше что? Я его атаковать не буду. Я это дело, естественно, перенесу. Ну и пробью его. Как раз мы тут наменяемся. С одного удара я его пробиваю. Проблем нет. Вот такой вот у нас Геликус. Супер удар от Геликуса, кстати, да. Мы его смотрим. Да, такой вот бочка. Не, как бочка. Бочка это бок. Петля. Петля нестерва. Ну, не знаю, какую-то червяка, какого-то напоминает. А, есть такой монстр в Monster Legend. Короче, червячки. Там у меня таких три червячка там в одном этом логове ползает. Вот, вот он похож на них. Ну, на какого-то такого червя. Этого. Миногу на какую-то. Что-то такое вот этот. Рот с торчащими зубами, короче, напоминает. Так, ну, вот такой вот, ребятки, у нас получился бой Геликус. Геликус монстр достойный. Давайте, куда-сюда. Вот такой вот. 3400 жизни на 1070 урона. Конечно, не супер-пупер там крепкий он у нас получился. Но, тем не менее, достойный, короче. Сойдет, так сказать. Сколько у нас у самых мощных? Ну, вот. От 1700 до 5 жизней. Ну, удар в районе полторушки. Вот это то, чего, конечно, больше всего не хватает. Геликусу. С его ударом. Так, где он у нас там? Умунич. Геликус, вот. Ну, 1000 удар. 1000 удар тоже хороший. Он как у Монозавра. То есть, это вот конкурент у Монозавра. 30-ый Бананагмиус. Вот, примерно в тех же. Но вот эти все ребята намного сильнее. У них по пятерке жизни и по 1300 удар. Так что... Не забудьте, ребятки, поставить лайкосик под этим видосиком. И до скорых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!